Могилёвская область Хочется всех вас поприветствовать и сказать вместе с вами слава Господу! Пожелать вам, дорогие братья и сёстры, чтобы мир Иисуса Христа пребывал в ваших домах и в ваших сердцах. Бог да благословит всех нас! Мы давайте с вами обратимся к Слову Божьему, которое Господь, мы верим, приготовил для этого времени. Эта вторая книга будет Парлипоменон, вторая глава. Шестнадцатый стих. Итак, вторая книга Парлипоменон, вторая глава, шестнадцатый стих. Мы же нарубим дерев с Ливана, сколько нужно тебе, и пригоним их в плотах по морю, в Яфу, а ты отвезёшь их в Ярусалим. Я попрошу вас, давайте помолимся, чтобы Бог благословил это послание и коснулся сегодня нас через Своё Слово. Давайте поднимемся, помолимся, дорогая церковь. Дорогой Отец Небесный, благодарим Тебя за Сына Божьего Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Господь, что сегодня Ты здесь, на этом месте, Господь. Мы прославляем Тебя за Сына Твоего Иисуса, за любовь Твою, которую Ты имеешь к нам, Господи, мы благодарим Тебя, Господь, и славим Имя Твое Святое. Хвала Тебе, Господь Божий, что Ты любишь нас. Спасибо Тебе, Господь, что Ты нашёл нас в этом мире, Господи. И просим Тебя, чтобы Ты учил сегодня и говорил нам через Слово Своё каждому сердцу, Господь, дабы мы получили встречу живую с Тобою. Во имя Иисуса Христа мы молились. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста, дорогие братья и сёстры. Итак, речь идёт в этом месте Писания о строительстве Дома Божьего. Царь Соломон строил Господу храм. И сегодня, дорогая Церковь, совершается Иисусом Христом строительство Духовного Дома Божьего. И что сегодня Дом Божий? Соломон строил физический храм. Мы не будем говорить о этом строении, но сегодня послание о том, чтобы мы поняли, разумели, посмотрели свои сердца, где-то что-то поправили. И будем говорить о духовном строении Дома Божьего. И как был задан вопрос, что сегодня является Домом Божьим? Апостол Павел говорит молодому служителю Тимофею, чтобы ты знал, как поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого. Итак, Домом Божьим сегодня является Церковь и Иисуса Христа. Апостол Павел в другом месте говорит, что, обращаясь к людям, к верующим, говорит, вы храм. Это было удивительно слышать, наверное, для людей того времени, потому что они привыкли, что храмом является физическое здание. И Павел дает откровение им, обращаясь к церкви, и сегодня это также звучит для нас. Вы, люди, которые приняли Иисуса Христа, вы являетесь, все мы являемся храмом Божьим. И вот Бог созидает этот храм. Мы все знаем, что Иисус придет не за физическим храмом, но придет за живым храмом. Он придет за Церковью Своею. И мы знаем, это произойдет. Еще какое-то время пройдет. И нам всем хочется быть, я верю, в этом строительстве, которое совершает Бог. Не хочется быть где-то каким-то материалом, который Бог бы не употреблял бы. Но хочется быть тем материалом, который Бог бы употреблял бы для строительства своей церкви живой. И так мы являемся этим храмом. И как он строится, из чего он строится? Вот первое, давайте мы что с вами увидим в этом стихе. «Мы же нарубим деревьев». Деревья – это всегда в Библии образ человека. Праведник цветет, к примеру, как пальма. Возвышается подобно кедру на Ливане. Иисус Христос говорил о бесплодной смоковнице, сравнивая ее с человеком или даже с народом. В другом месте он приводил такую притчу, что «окопаю дерево, не срубаю пока Отец Небесный, я еще окопаю, потружусь над ней». Не принесет ли плода? Если не принесет плода, срубишь. Мы видим, что Библия делает сравнение человека с деревом или дерево с человеком. То есть, другими словами, мы можем быть плодоносными, как деревья, или бесплодными в своей жизни. Бог созидает храм. Богу надо материал. Богу надо люди. Я не говорю о том, что люди – это есть материал. Но в строительном мы говорим сегодня. Итак, деревьев нарубим, мы прочитали с вами в этом месте Писания. Вы знаете, чтобы Богу употребить человека, его надо с этой жизнью мирской срубить. Вот так можно выразиться. Мы корнями были в этом мире. Мы находились в жизни, не зная живого Бога. Мы были сами по себе без Бога. И то, что сделал Бог, Он буквально в смысле срубил нас. Наши корни оторвались от этого мира. И апостол Павел, я хочу прочитать послание эфесянам, очень хорошо описывает это во 2 главе с 1 стиха. И нас, мертвых, по преступлениям и грехам нашим, в которых мы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в ценах противления, между которыми и мы все жили некогда, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее. Бог, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас, и нас, мертвых, по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены. И 12-13 стих еще прочитаю. Что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чуждых заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе «Вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой». Вот это то, что было с нами когда-то. Мы жили в этом мире, и первое место, которое мы прочитали, что для строительства Храма Божьего нужны были деревья. Надо было нарубить эти деревья. Так как человек является образом дерева, Бог срубает нас с этого мира. Образно. И куда эти деревья должны были бы доставлены? Мы читаем в этом стихе, что они были доставлены в Иерусалим. И сегодня, дорогая Церковь, мы с вами посажены духовно не в физическом Иерусалиме, не тот физический храм, о котором мы сейчас не говорим, но говорим о духовном храме. Мы посажены с вами в небесном Иерусалиме. И вот здесь уже Слово Божие говорит, что мы должны здесь укорениться это очень важно в нашей жизни, когда Бог приложил нас к Церкви, заплатив этой великой ценой кровью Сына Иисуса Христа, для того, чтобы мы укоренились уже в Его природе, в заповедях, в законе Божьем. Это духовный Иерусалим. И здесь важно, чтобы мы пустили хорошие корни. Это домостроительство Божье. Если человек имеет поверхностное отношение к Церкви, если человек одной ногой в мире, одной ногой здесь, мы не можем сказать, что он окончательно срублен с этого мира. Мы должны осознать все с вами, что со старым у нас должно быть покончено. мы искуплены драгоценной кровью Иисуса Христа. Бог хочет именно срубить, чтобы никакого корня не было мирского в нашей жизни, потому что это домостроительство Божье. Павел говорит, вы храм Бога Живого. Храм – это люди, которые омыты кровью Иисуса Христа, вырваны из этого мира. Они не принадлежат больше этому миру, его системе греховной. Мы не живем больше по греховным похотям и помыслам своим, но в нас уже новая природа Иисуса Христа. И вот это первое, что делает Господь в домостроительстве Дома Божьего, это употребляя нас, назвал нас храмом своим. Из нас сегодня строится церковь, тело Христово, за которое придет Господь. И слава Богу, что мы в этом строительстве. Сколько в этом мире еще людей бесплодных, подобно деревьям, живут, укореняются там, все соки их в этой системе этого мира. А мы по великой любви Божией, вот то, что мы прочитали, Бог богатый милостью Своею. Это милость Господа к нам, язычникам, что мы, будучи дикой маслиной, привились, они стали сообщником Божьего корня к народу израильскому, духовному. И являемся сегодня церковью Иисуса Христа. Слава Господу! Это милость Господа каждому из нас. Поэтому, дорогие братья и сестры, надо ценить тем, что сделал Бог. Если мы здесь укоренились, если здесь мы посажены, то это хорошо проанализировать свое сердце. А действительно ли я живу церковью сегодня, Христовой? А действительно ли это является приоритетом номер один в моей жизни? Уже развлечения, такие как там рыбалка, другие какие-то, если они стоят в приоритете собрания, богослужения, мы понимаем, что человек еще не находится в строительстве. Бог не может употреблять еще такого человека. Бог будет обращаться, говорить к нему в собраниях. Ты срублен с этого мира. Уже приоритет у тебя должно быть Иерусалим небесный. Это куда влекет нас уже прежде всего сердце. Это проект Бога. Такой проект Бога. Потому что Давид, вы знаете, он передал Соломону черчежи. Там несколько раз употребляется, передал черчежи. И говорит, это в письме от Господа, как Бог вразумил меня, сделай так по этим черчежам. Это строительство имело, ну, конкретное, это не был какой-то хаос, сумбурное строение. Это был, черчеж, это проект. И Соломон делал в проекте этих чертежей Дом Божий. И, конечно, Иисус Христос, когда сказал, я создам церковь мою, есть особый проект Бога. И вот проект Бога говорит, это Священное Писание, не оставляйте своего собрания. Это такой проект Бога. Если человек оставляет собрание без уважительной причины, он находится уже не в проекте Бога. Он может думать, что все нормально, ничего страшного. Я верю, что Бог сегодня обращается к тебе, если такое есть среди нас. Будь в проекте Бога, потому что Бог строит свой храм. И я знаю, что когда мы устаем на работе и не всегда хочется быть в собраниях, ну, так, собравшись силами идем в церковь, Бог ободряет нас, Бог освежает нас всегда в собраниях, потому что всегда среди нас Господь на этом месте. Мы не собраны во имя Своё, но мы собраны Иисусом Христом. И Он среди нас. И когда мы приходим к Нему, Господь даст и освежить сердце, освежить душу Твою, позаботиться о Твоих вопросах, делах, ищите прежнего, и говорит, меня, царства, моего, Иерусалимского царства, вопросы земные я буду улаживать. Поэтому проект Бога – это быть в Церкви Божией. Здесь мы посажены. И слава Богу за все собрания, которые Бог дает нам. Потому что здесь Господь прекрасно всегда служит нам через Своё Слово, через хвалы, через молитвы. Господь Иисус Христос служит нам. Поэтому, дорогие братья и сёстры, к этому надо стремиться. Быть в этом первом таком моменте, о котором мы сейчас говорим, в строительстве Дома Божьего. Вот здесь мы посажены. Здесь наша духовная жизнь. Первые христиане, они собирались, мы читаем Библию, даже ежедневно. Мы ещё так не можем, но там вот настолько сильно исполнялся проект Бога, что написано ежедневно собирались и пребывали в учении апостолов. Это были многодетные семьи, иудейские семьи, это многодетные семьи. И как-то всё устраивалось у них, Бог заботился. Ну, у нас сколько есть, столько есть собраний, но что есть, вот здесь наше место церковь, стараться быть всегда в Доме Божьем, слышать Его Слово Господне. Аминь. Следующий, народ Божий, что мы посмотрим в этом месте Писания, в 16-м стихе, который мы с вами прочитали. «Они не отправлялись эти деревья по одному, по морю, но написано в плотах, мы отправим их по морю». Ветхий Завет это есть образы, о которых Иисус говорит, это такой язык Бога, Он часто говорит в образах. Иисус говорил много притчей очень. Скиния это образы, Жертвенник это все образы, Иерусалимский храм это все образы. И вот это местописание, конечно, образно говорит о церкви Нового Завета. Мы отправим в плотах. А плот это, знаете, это деревья надо было вместе скрепить друг с другом. И проект Бога, чтобы христиане были в единстве. Вот Он вырвал нас с этого мира. Вот Он нас посадил, насадил в церкви своей. Что дальше? На этом все, может быть, кто-то подумает. Я пришел, я ушел, никто меня не трогайте, я не хочу как-то так иметь с кем-то дело. Я побыл на собраниях, формально, может быть, улыбнулся, и не живу вместе с народом Божьим. Проект Бога второе, что здесь показано, ты не можешь как одно вот это дерево плыть по этому течению. Церковь это собрание душ, это как тело Христово, это взаимоскрепляющие связи. И воля Божья, чтобы мы в крови Иисуса Христа понимали, что мы уже семья Бога. В крови Иисуса мы уже с вами братья и сестры. И уже жизнь наша, она вместе, друг с другом. Плод говорит о единстве. Вы знаете, большая сила есть в единстве церкви. Очень печально, когда церкви, они не в единстве или как тело, как можно сказать, которое разрывается разногласиями, различными учениями различными. И знаете, враг хорошо знает, что когда церковь едина, бревнышко к бревнышку строился храм. Или как Петр говорит, что вы, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный. Не где-то этот камень один, отдельно, сам по себе, но в строении находится Иисуса Христа, в единстве. И давайте с вами посмотрим первый момент, что разъединяет сегодня сильно церковь. Послание эфесянам 4 глава, пожалуйста. Послание эфесянам 4 глава. 13 стих «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Здесь говорится о единстве веры. Это плод, это когда мы вместе. А что разъединяет в этом же послании второе послание Тимофею, я прочитаю с 4 главы с 1 по 4 стих. Второе послание Тимофею, 4 глава с 1 по 4 стих. Это мы прочитаем второе местописание, которое говорит нам о нарушении единства веры. Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых явлений Его и Царствия Его. Проповедуй Слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Мы с вами прочитали, что мешает нам быть вместе как плод сегодня церкви, что может мешать, точнее скажем. Это когда нарушается единство веры. Оно нарушается, когда люди избирают себе различных учителей. Вы знаете, это действительно является сегодня большой проблемой и было всегда большой проблемой в христианстве единство. Христос молился о единстве, совершил молитву в 17 главе Теана, и это вся глава, это его молитва, он молится Отцу Небесному о единстве верующих людей. И Писание нам говорит, что когда люди избирают себе различных учителей, теряется единство. Это время информации, технологий сегодня позволяет, может быть, сегодня проще находить себе учителей. Я хочу сказать немного о христианском интернете, о различных кассетах литературы. Есть какой-то плюс в этом, несомненно, какой-то небольшой в этом есть плюс, но в этом есть и большой жирный минус, который, наверное, перекрывает этот плюс хорошо. мы не можем быть как плод, как одно целое, если все будем кормиться от различных учителей. Сегодня ярмарка разнообразия настолько, и сегодня христианство, в общем-то, избирает себе в христианском интернете учителей, которые больше нравятся и, приходя в церковь, нарушают Божий проект тем, что Христос, Он поставил служителей, и народ Божий, как овцы, должны идти за своим пастырем. И Слово Божье говорит, посетите Божье стадо, какое у вас есть. И я всегда хотел бы спросить у этих людей христианского интернета, почему вы пасете Божье стадо, какое у вас его нету? Проект Бога, чтобы овцы слушали своего пастуха. А Церковь Божья, она по проекту Бога молится, «Господи, Ты нам дай Слово! Иисус Христос, Ты корми нас! Хлеб небесный Ты нам подавай! Благослови служителя! Благослови, чтобы у него была пища всегда! Церковь молится об этом! Ты подай нам живой хлеб с неба! И вы знаете, когда прекрасно, когда есть живой хлеб с неба! Потому что Господь знает церковь, что ей сегодня надо! Послание семьи церкви Иисус говорит каждой церкви свое послание, свое откровение! И вот важно, чтобы Иисус говорил это! Потому что Он знает свою церковь, каждую, и в чем ее поправлять, и как ее вести! И нету лучшего учителя, как Господа Иисуса Христа! Это самый лучший учитель, это Иисус! И Он говорил, что не называйте никого учителями, ибо один у вас учитель Христос! И вот когда мы просим всегда, как церковь, Господа, Ты учи нас через свое слово, Ты говори нам, у Бога всегда есть слово для своей церкви, и вот когда Бог дает свое слово с небес, это называется живое слово, это Христос кормит нас, и конечно, когда мы кормимся вместе одной пищей, мы будем едины тогда с вами, почему проходят такие волны сегодня, можно сказать, какой-то один проповедник, и там ему влеклась счасть, какой-то другой проповедник, ему влеклась другая часть церкви, и народ Божий может собраться, быть вроде бы как бы на этом месте, но разъединен в духе, один уже, там, как Библия говорит, Павлов, другой Кифов, Аполосов, те же проблемы, смотрите, те же проблемы, но это хорошо, когда Павлов, когда Кифов, когда Аполосов, это мужи Божьи были, а сегодня же другие многие имена есть, братство потом молится, запрещает каких-то проповедников, не слушать, но уже часть какую-то теряем людей, кто-то в церкви имеет свое откровение там о внешнем виде, другой имеет другое откровение о внешнем виде, у пастыря другое откровение о внешнем виде, и вроде вместе, ну разве это плод, это разве мы едины, а какой проект Бога, а проект Бога, мы уже слышали, что церковь молится, чтобы ты подавал нам духовную пищу, будьте послушны своим пастырям, проект Бога, это может быть не всегда почтете сегодня, слушаться своего пастыря, может быть где-то не соглашаться, где-то критиковать его бывают, но это уже не проект Бога, проект Бога, он в Библии, посите свое стадо, какое у вас есть, я думаю, что на заводе, когда мы работаем, мы слушаем одного директора, а не слушаем какого-то другого завода директора, в армии, когда мы слушаем, мы слушаем своего командира, если это ПВО, мы не идем слушаться командира, может быть, стройбата, есть какой-то обыкновенный порядок, Бог хочет, чтобы церковь была образцом порядка, светом, солью, примером, и как прекрасно, когда Иисус молился о единстве, когда мы находимся в единстве друг с другом, в одном учении, когда мы соглашаемся, когда мы как одно тело, говорим, да, аминь, слава тебе, Господь, за эту пищу сегодня, которой ты нас здесь накормил, а не виртуально, кто-то вместо собраний виртуально где-то сегодня кормится по христианскому интернету, и человек даже, может быть, не находится в собраниях, есть такое название сегодня, я член Вселенской Церкви, ну, надо сказать, что слово Вселенское вообще переводится католическое, таким людям скажут, так ты католик, что ли, потому что католики это Вселенское, поместная Церковь, мы члены поместной Церкви, это проект Бога, единства в учении, да, мы все, мы пришли в единство веры, мы прочитали, и причина, одной из которых нарушается единство веры, это мы с вами слышали это, еще в те времена апостол Павел предупреждал, что это будет совершаться, я верю, что Дух Божий через свое слово говорит Дух Божий, хорошо, Церковь, хорошо, дорогие братья, сестры, когда действительно мы в одном, как плод, связанный между собою, когда нет ересей, каких-то разногласий, разделений в Церкви, оппозиции, отдельной какой-то галерки, но как плод, как тело Иисуса Христа вместе, потому что все осознали, что Бог богатой милостью спас нас, что это мирское, это в мире я так был, когда был посажен, это там я делился, это там я все бунтовал, но я срублен оттуда и посажен в небесном Иерусалиме, где единство должно быть, поэтому старое, то, что было, его надо оставлять, конечно, процесс возрастания, он не мгновенно происходит, иногда, вот знаете, себя молодого вспоминаешь, еще не молодой, тут там где-то не согласен, там не согласен, десяток лет проходит вере, второй десяток проходит, третий уже десяток вере, и ты уже начинаешь больше как-то понимать Господа Иисуса, что цель, что смысл, Господь, это прославить Тебя, это прибыть в Твоем Слове, в Твоем проекте, ты созидаешь храм, потому что, вы знаете, может пройти жизнь, может реально пройти жизнь, и человек все был не в мире, все был недоволен, все где-то не соглашался, и так жизнь прошла, и пристанет перед Богом, и осознает, что он не был в этом домостроительстве Дома Божьего, а ведь хочется, приставший пред Богом, услышать добрый, верный, верный Слову Моему, смирился перед Словом Моим, подчинился, открыл свое сердце, верный, войди в радость, В этом, дорогие братья и сестры, пусть Бог благословит, сохранит свою церковь, чтобы как плод мы были едины все с вами в учении Господа нашего Иисуса Христа. Еще скажу о единстве, это не только в учении, но хорошо сказать, дополнить, что единство должно быть в помощи друг другу. Мы тело Христово, мы уже не живем для себя. Хорошо, как плод, как единство, когда мы думаем о братьях и сестрах. живем с семьей Божьей. У кого-то есть трудности, переживания, ты вникаешь, молишься, кто-то заболел, ты дома молишься. У кого-то болезнь может быть неизлечимой для врачей, а мы плод, а мы вместе, ты молишься. позвонил, просто пару слов, брат, сестра, я молюсь за тебя. Это проект Бога, чтобы мы любили друг друга. Знаете, эти две великие заповеди возлюби Господа, Бога проще любить, Он есть сама любовь, а там равно возлюби ближнего, а ближний не есть любовь. Он говорит возлюби ближнего. И вот когда мы действительно начинаем глазами Господа смотреть друг на друга, сострадать, любить, поэтому надо проверить себя, как часто я звоню братьям, сестрам, когда знаю ли я их нужды, кто-то заболел, посетить. Это есть проект Бога, я был болен, посетили меня. Мы иногда хотим что-то может быть услышать, что-то новое, но Бог дает нам всегда вот это свое слово, его домострительство, забота друг о друге, люби Господа, люби ближнего, в этом весь закон и пророки. Самое великое, это вот это говорит Господь, меня возлюби и ближнего возлюби, как самого себя. Оказывается, вот что самое великое, самое дорого в очах Господа, это любить всего и любить ближнего. Вот это плод, ты не один по этому морю текешь, как одно бревно, где-то потеряешься. Личная жизнь, личное ограждение, не влезайте в мою жизнь. Ну, может, ты огорчен, может, ты кому-то не доверяешь, может, в твоей жизни было много проблем, тебя, может, подвели, предали где-то, но ты сегодня в Иерусалиме посажен, это в мире такой был опыт, но в церкви другое уже, мы открываем сердце, ну, любим друг друга, доверяем друг другу, это не значит, что мы рассказываем всем все, что у меня на сердце, ну, какие-то, какое-то окружение, пять, шесть человек, ты можешь поделиться, сказать, молитесь за меня, ты не можешь это всю церковь попросить, ну, пять, шесть человек, можешь попросить, молись, открой свое сердце, иногда человек заболел, говорит, никому не скажу, это мои проблемы, ну, как это твои проблемы, это церкви, это тело, страдает один член, что говорит Слово Божие, все в курсе, все переживают, тебя любят, вот этот старый опыт, старой жизни, иногда мы затаскиваем его в церковь, но в Иерусалиме Божьем другие законы, законы любви уже действуют, законы доверия, поэтому, дорогие братья сестры, пусть и здесь Господь исцеляет сердце, от одиночества, от замкнутости, от какой-то депрессии, закрытости от людей, в небесном Иерусалиме есть помощь, есть радость народ Божий, есть братья, есть сестры, помогут, поддержат, носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов, носите бремена друг друга, поэтому вот это тоже плод очень важным в нашей жизни, чтобы мы были связки с другими братьями и сестрами, и хвала Господу за церковь его, тяжело представить без церкви себя, случается весьмного проблем, как хорошо, когда за себя молятся, когда поддерживают, слава Богу за братьев, за сестер, за всех, слава Богу сестры, братья, что мы есть друг у друга, что мы в крови Иисуса Христа, братья и сестры уже, что мы семья Божья, что Бог излил в наши сердца свою чудную, дивную любовь, поэтому мы не напрягаемся, чтобы любить ближнего, но любовь Божия излита в наши сердца, и поэтому мы любим друг друга, здесь не надо напрягаться сильно, но как мне полюбить его? Любовь Божия в нас, и мы любим друг друга, мы Божий народ, Иисус Христос создает свою церковь, и мы в ней находимся сегодня, и мы хорошо, когда имеем эти связи, скрепляющие друг с другом, когда в единстве, слава Господу за эту великую милость его народ Божий к нам, за эту благодать Божию, которую Бог излил в наши сердца. Слава Богу, что сегодня кормит нас, наставляет нас, защищает нас, любит нас, заботится над нами Бог, потому что Иисус сказал, что я грею и питаю тело свое. Мы не одни уже народ Божий, есть чудный, дивный, добрый пастырь душ наших, Иисус Христос, и Он ведет нас, и доведет к небесному Иерусалиму всех нас. И пока мы на этом земном отрезке идем сегодня, помоги, Господь, всем нам, чтобы мы были в Твоей работе, чтобы мы были послушны Тебе, Господь, чтобы могли исполнить все воли Твою, любя Тебя, служа друг другу, и видеть лице Твое в нашей жизни. Следующий процесс, который совершает Господь в этом стихе, этот плод отправлялся по морю, по воде. Вода в Библии это образ очень часто Святого Духа, и Божьего Слова, и Святого Духа. И находясь в домостроительстве Божьей работы, мы понимаем, что без Духа Святого этот храм не может создаться, который есть в церковь. Иисус говорит, я создам. И направляясь по этой воде, нам очень важно в своей жизни как Церкви, как народу Божьему, слышать Его голос, слышать голос Духа Святого, иметь близкие отношения с Господом. Дух Святой приходит очень тихо и очень нежно к своему народу всегда. Слово Божье нам говорит, что Бог желает, чтобы церковь слышала, что Дух говорит церквям. Вы знаете, Дух Святой всегда говорит своей церкви. Вопрос заключается в другом. Не в том, что Он не говорит, а вопрос в том, слышит ли Божий народ голос Духа Святого. Во всех семи посланиях, семи церквей везде упоминается это слово. Имеющий ухо дослышит, что Дух говорит церквям. Иисус всегда будет говорить своей церкви. Но есть проблемы. Когда Иисус на земле говорил своей церкви, был послан к Израилю, некоторые люди воспротивились Его голосу. Но Бог говорил. Вы знаете, Господь однозначно говорит, я верю и в других конфессиях, но причины многих конфессиях религиозных, что они не слышат голос Духа Святого. Можно служить Господу и думать, что угодно совершаешь Ему. Так было во времена Иисуса Христа, когда священники, фарисеи, служа Богу, на самом деле противились Богу. Есть другая категория людей, когда Дух Святой говорит, они бы сделали бы это, но боятся это делать. Боясь. Иногда человек за этой боязнью хочет сохранить свое человеческое, что-то земное. Потому что, когда мы начинаем слышать голос Духа Святого, созидание, домостроительство Церкви, это от Церкви всегда потребуется цена. Оставить мирское, угождать Богу, жить по Его Слову, это всегда цена. Когда мы покаялись, заметив, пришли на работу и раньше выпивали какие-то день рождения, потом стали отстраняться, тот, кто с нами работает, стал нас отзываться не совсем лестно, и мы начинали понимать, что это цена. Идти за Иисусом это какая-то цена. Иисус Христос, Он платил цену. Он слышал голос Отца всегда. И меня очень сильно затрагивают это Его слова. Это хорошо, когда мы стремимся к этому. Говорит, я всегда слышу Отца и делаю всегда то, что Ему угодно. И Дух Святой говорит своей Церкви точно так же. И мы знаем, что Христос платил цену. Он не был принимаем всем обществом. Он был гоним, он был непонимаем очень часто. Иногда Его оставляли собственные ученики. Апостол Павел Библия говорит, что исполнил все, для чего Дух Святой призвал его после первого миссионерского путешествия. И мы знаем его жизнь, он тоже платил цену. Он слышал голос Духа Святого и участвовал в домостроительстве Церкви Божьей. Как он говорит, что я восполняю недостаток скорбей Христовых за тело его, которое есть в Церковь. Христос поскорбел физически и ушел. А его страдания продолжаются, все, кто живет сегодня в созидании домостроительства Церкви Божьей, его страдания продолжаются. Люди платят сегодня цену за созидание тела Христова. Защищай ее от мира, отстаивай ее против греха, чтобы грех не вошел в Церковь. Люди платят цену, люди воюют сегодня с грехом. Это цена. И поэтому, когда плод шел по воде, это имеется в виду, что мы, как деревья, должны находиться в потоке Духа Святого, не забегать вперед, но быть в потоке, как ведет Господь. А для этого мы молимся, читаем Слово и просим Бога, чтобы Он говорил нам. Мы хотим слышать Твой голос. Есть христиане, к сожалению, которые никогда не слышали голос Духа Святого. Апостол Павел сказал как-то к одневерующим, обращаясь, говорит, стыду вашему говорю, некоторые из вас, говорит, обращаясь к церкви, говорят, не знают Бога. Потому что Дух Святой, когда говорит, он будет поправлять жизнь человека. Видно, люди находились в церкви и, не слыша голоса Духа Святого, они не понимали, не имели близких отношений с Иисусом. Что делает нас христианами? Что хранит нас от мира? Это когда мы встретились с Иисусом. Эта встреча, она изменяет всю твою жизнь. Она изменила Савла. Савла говорит, уже теперь не я живу. Все, что для меня было преимущественным, я посчитал за ссор. Он услышал, он встретился с Господом. И Библия нам говорит, что не знаешь, откуда приходит этот голос, куда уходит, но так бывает со всяким рожденным от Духа Святого. Потому что мы дети Божьи, и дети Божьи должны слышать своего небесного Отца. Овцы мои, говорит Иисус, что делают? Слышат голос мой. Вот это есть поток Духа Святого. Есть свое время всегда у Господа на что-то. Мы в его течении, мы в его потоке. Ты не можешь раньше обратить молитвами покаять своих родных, есть поток Духа Святого. Есть определенное время молитвы, которое ты должен совершить, это Божий поток. У Бога на все есть свое время. Как время есть возрастание для дерева, для фруктов, точно так же есть возрастание для нашей духовной жизни, для изменений каких-то. Есть поток Духа Святого, и Бог говорит церкви и ведет ее к совершенному желанию домостровательства довести в меру полного возраста Христова. Если не быть в этом потоке, то так и пройдет вся жизнь, и человек может остаться плотским христианином, который, в общем-то, не изменился, и так прошла жизнь его. Хорошо, когда, находясь в потоке, мы меняемся с каждым годом нашей физической жизни, меняемся духовно. Поэтому прекрасно, когда все мы, дорогие братья и сестры, мы жаждем. Иисус, говори нам, это твой поток. Мы не сами по себе, мы в этой воде, воде жизни, воде его слова. Иногда надо перед Господом плакать, если что-то не решается. Возапи дома, открой свою душу, возжажди его всеми силами, Иисус, проговори, Иисус, разреши эту проблему, Иисус, дай свет, где сегодня тьма. Ведь это твой поток, это поток жизни, это не поток смерти, который уносит этих людей сегодня в ад. Это поток Духа Святого, Он ведет нас к небесному Иерусалиму, к вечной жизни, это поток жизни. Но если нету жизни, если нету решения, иногда надо воззвать к Богу. Понуждайся, возжажди его, как хлеба, как утопающий, когда тонет, возжажди так Бога. Скажи, Бог, ты хлеб моей жизни, я люблю тебя. Если не любишь, попроси, чтобы он открылся тебе больше. Возжажди Бога, и этот поток начнет управлять тобой. Этот поток благодати. Не будет больше сухости, не будет угрюмости. Придет радость от этого потока, придут перемены, придет какая-то цена, которую надо будет делать, что-то оставить. Этот поток что-то обрубливает. Этот поток Духа Святого обличает, он где-то останавливает, он дает мудрость. Этот поток поведет тебя потом, когда ты будешь ежедневно нуждаться в Господе. И мы как церковь, когда нуждаемся в Боге, этот поток будет вести. Он дает свет, разум, благословение, в вопросах житейских, он дает мужем, обратись к Иисусу. Что сейчас сказать? Проще, когда пришел пьяный, выговорить ему, обозвать его словами такого животоводческого лексикона, взять еще какую-нибудь качалку, когда он лежит пьяный, отходить его. Это проще сделать. Так в мире все делают. Но в потоке, когда находишься, Господь, что сейчас сказать? И Дух Святой даст тебе что-то, склони колени. Вот он пьяный лежит, склони колени, и сейчас плачь над ним, о его душе, о его покаянии. И сколько таких историй известных нам, когда один брат проповедник, я не называю имен их, говорит, я приходил домой, говорит, пьяный, и еще специально делал. Ботинки, говорит, грязные были, она только белье поменяла в кровати. Я, говорит, захожу в квартиру, пошел прямо, и с этими ботинками в белую постель, специально, говорит, чтобы вывести ее еще больше, эту баптистку, мою жену. Говорит, еще специально, говорит, но что меня, говорит, сильно, говорит, ну, внутри сжимало, что, говорит, оставалось спокойно. Подойдет, говорит, и ботинки мои снимает эти грязные. Говорит, дорогой, устал ты сильно, я понимаю тебя. Ничего, скоро, говорит, твоим мучениям конец придет. Я молюсь за тебя. Говорит, и меня так сильно, это, говорит, щемило, говорит, внутри. Он стал проповедником, стал пастырем. Это в нашем братстве. И много таких историй, житейских, реальных. Когда жена, как Петр говорит, житием жен своих, без слов, говорит, приобретаются, но житие Христово пусть будет по проекту Божьему. И поток Духа Святого сделает свою работу. Но ты будь в проекте только. Можно говорить, 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 а можно житием жен, без слова, говорит. Не смущайтесь ни от какого страха. Бог с вами. И ты нашелся в проекте, это живой поток. Он мертвый, оживляет. Это поток Духа Святого. И когда Он придет, Он оживит, Он захватит неверующих. Но ты будь в строении этим Божьем, ты будь в слове, ты будь в близких отношениях с Господом. Потому что иногда нам не хватает христиан, это просто простых отношений с Господом. Как повести, что сказать, Господь? Как вот в этом потоке находиться? Поэтому Иисус говорил, будьте как дети, просите меня, нуждайтесь во мне, просите меня. И Бог направляет, как Отец Наш Небесный. Поэтому без потока, сестры, братья, оно будет сухость. Без потока Духа Святого это будет просто организация. Поэтому важно, народ Божий, в нашей жизни это течение, движение в этих плотах Духа Святого. И что там в воде интересно, когда деревья доставляются по воде, интересно, что происходит. Я немножко участвовал в строительствах, работал немного на стройке, то когда мы брали дерево, то надо всегда доску, уже распилено дерево на доске, надо снять всегда кору. И когда я спрашивал, зачем снимают кору, опытные строители говорят, кора снимается для того, чтобы не заводили жучки, потому что они потом губят это дерево. И вот когда Дух Святой ведет нас в этом потоке, то знаете, у каждого из нас, как уже упоминалось, есть какая-то кора, есть что-то вот, какие-то скажем, жучки, что-то вот где-то иногда потачивают. Ну, мы люди несовершенные, мы это понимаем, мы несовершенные люди, ну, важно стремиться к этому совершенству, важно не жить с этими жучками, потому что вот это уже наш характер, иногда человек говорит, ну, я такой, принимайте меня такой, какой ты есть, ну, ты такой, да, но должен быть похожим на Иисуса, а не оставаться такой, все-таки в полную возраст Иисуса Христа, все-таки проект Бога, это чтобы тебе были плоды Духа Святого, любовь, радость, девять плодов перечисляются, это характера Иисуса Христа, чтобы уже не скандальный становился, мирный, тихий, спокойный, любящий, это характер наш, и, конечно, Господь желает менять наш характер, чтобы не было такой позиции у человека, иногда бывает у христианина такая позиция, я так думаю, надо думать, как Иисус Христос, по Божьему Слову, у меня такое мнение, ну, может, у тебя такое мнение, но хорошо, когда это библейское мнение, но будь в потоке, будь в работе Божьей, года наши идут, и хорошо, когда мы оборачиваемся немножко назад и посмотреть, что Бог сделал во мне, и поблагодарить Бога со слезами, что я был скандальный, а сегодня Господь я мирный, скажет, слава тебе, ты поменял меня, раньше я людей разделял так на выгодных, невыгодных в своем характере, а сегодня всех люблю Господь, за всех переживаю, сказать, слава тебе, Иисус, чтобы года меняли нас, чтобы пристать перед Богом, мы были частью Его храма, Его отображения в нашей жизни, потому что иногда Павел говорил, что судя по времени некоторым верующим, вам уже надлежало быть учителями, но вас снова надо учить начаткам учения Христова, поэтому, дорогие братья и сестры, пусть Бог благословит, чтобы эта работа Божья совершалась и в нашем характере, в каждом из нас, чтобы свет Иисуса Христа, любовь Его, характер Его, проявлялся для этого мира погибающего, друг для друга, чтобы мы действительно были приветливы, заботливы, а есть трудности, иногда, да, тяжело что-то, иногда какие-то искушения, испытания, все не без этого, но есть молитва, есть Иисус Христос, есть народ Божий, поддержат, помолятся, остановишься где-то, одумаешься, все мы люди, я понимаю, мы несовершенные человеки, но хорошо, когда мы склоняемся перед Иисусом, говорим, Господь, меняй, Господь, Ты отобразись в нашей жизни, пусть Твоя любовь, пусть Твой характер, Господь, будет во мне, Ты сказал, придите ко мне все труждающие обремененные, научитесь от меня, помоги, Господь, научиться, стать кротким, смиренным, послушным Тебе, Господь, не стоять в позе, в своей позиции против Твоего Слова, но быть послушным Тебе, Господи, стремлюсь к этому, Господь, послужить Тебе, это из домостроительства Дома Божьего, за который придет Иисус Христос, спеши, брат и сестра, быть в этом домостроительстве, спеши, потому что это самое важное в нашей жизни пристать перед Ним, приготовленным, можно просто как информацию принимать, можно послушать и не задуматься, не молиться о себе, но мудро слышать, что Дух Святой говорит через свое слово всегда, это самое важное для нашей жизни, это приготовиться к этому прекрасному дню встречи с Иисусом Христом, подойти, обнять Его, как у кого смелости хватит. Ян апостол на груди возлежал, сказать, вот Господи, Тебя держался, платил цену, но знал, что не зря, не растворился в этом мире греха, шел за Тобою, был в собраниях, молился за церковь, молился за слово, молился за единство, молился за покаяние людей в своем городе, я служил Тебе, я не просто перебирал проповеди, кто лучше, кто хуже, я служил Тебе, Господь, в Твоем народе, молился за этот город, каждый день служу Тебе, Господи, и пристать перед Богом, посмотреть в Его глаза, Он в Твои глаза, это самая прекрасная встреча с Иисусом Христом, Сыном Бога Живого, Аллилуйя, и Он ждет нас, и возьмет нас к себе, пускай Бог даст каждому пережить, кто еще не переживал встречу с Ним, и услышать Его голос, Он все поменяет, тихий голос, я верю, что и сегодня, Господь говорит, и сегодня стучится, и сегодня хочет войти в Твое сердце, срубить, если Ты в этом мире еще находишься, сруби Тебя с этого мира, и посади Тебя в церкви Своей, чтобы Ты стал частью Его народа Божьего, потому что у народа Божьего прекрасное будущее, это вечная жизнь, у народа Божьего защита Божия на этом земном пути, и последний момент, и мы заканчиваем, помолимся с Вами, в 16 стихе написано, что мы нарубим деревьев сколько нужно, это не безразмерный храм, там есть определенные размеры, конечно, он мог бы быть гораздо большим, еще больше, если бы люди хотели бы все обратиться, Писание нам ясно говорит, пока войдет полное число язычников, двери закроются, есть какое-то число, его знает только Бог, это не вечно будет продолжаться милость Божья над этим миром, есть определенные времена и сроки на все, войдет какой-то последний грешник, где-то покаются, двери затворятся, нужное число, вот это нужное число, оно войдет, то есть Бог видит, кто принял, кто уже отвергает, кто не примет, Бог это знает, но работа спасения сегодня еще продолжается, сегодня еще храм Божий строится, сегодня Господь ожидает, кто не раскаялся, не покаялся, тебя, дорогая душа, чтобы ты был в этом проекте Божьем, стал частью церкви, чтобы не жил в системе этого мира и корнями там углублялся в этот грех, что он тебе даст этот грех, только погибель, только проклятие, но есть кровь Иисуса Христа, которая текла за твои и за мои грехи, он вырвал меня оттуда, он хочет вырвать и тебя оттуда, это благословение быть посаженным с народом Божиим и совершать на этой земной путь вместе с народом Божиим, вместе с Господом, это большая разница между миром и церковью сегодня, с церковью Господь, он хочет тебя вырвать и сделать частью своего народа, будешь отлаживать, не знаешь, что будет завтра, оно не в нашей власти, Библия говорит нам сегодня день спасения, поэтому есть определенное число, нарубим сколько надо, вот есть какое-то число, войди туда и ты, дорогая душа, оттуда уже вошел народ Божий, кто стал частью церкви, пускай Бог благословит, чтобы мы то, что слышали из Слова Божьего, какую-то часть этого демонстрательства Божьего, это не все, что говорит Бог о демонстрательстве Дома Божьего, есть другие части, но то, что сегодня слышали, пусть Господь поможет нам, чтобы мы прибыли в этом и только церковь из-за нашей жизни укреплялась и была сильней. Аминь. Божьим благословением, дорогая собрания. Давайте помолимся с вами, дорогие друзья, братья, сестры. Дорогой Отец Небесный, Господь, через Сына Божьего Иисуса Христа мы приходим к Тебе в этой молитве, Господь, мы благодарим Тебя, Господи, за церковь Твою на земле. Благодарим Тебя, Господь, Боже, что Ты вырвал нас с этого мира. Бог, богатый милостью Своей, слава Тебе, что Ты вытер наши слезы, Господь, что Ты разрушил проклятие, которое было у нас в жизни нашей от Адама, Господь, греховное-то проклятие, которое разрушало нашу жизнь. Мы не знали, что с этим делать, но явился Ты в нашей жизни, Господь, через проповедь благовестия, через Евангелие, когда мы где-то посетили собрание, мы услышали слово о Тебе, о Боге живом, и Ты коснулся нас этим словом, и мы стали частью Твоего народа сегодня, Господь. Боже, пусть укрепляется и утверждается Твой храм, Господь, в которой есть церковь, люди спасенные, омытые кровью драгоценной Иисуса Христа. Пусть созидается Твой храм, пусть будет он как город на вершине горы, Господь, сиять своим светом Христовым, Господи Боже. Пусть церковь будет как соль, Господь, на этой земле, имеющую силу Духа Святого, Господь, чтобы эта соль не растерялась, Господь. Это сила Духа Твоего Святого, Боже, чтобы мы обладали познанием Тебя, чтобы мы, Господи, имели общение с Тобою, чтобы мы, Господи, слышали Твой голос, повиновались Ему и следовали за Тобою. Измени наши жизни, Господи, продолжай менять нас. Помоги нам быть податливым в руке Твоей, Слову Твоему. Помоги нам, Господь, быть в единстве друг с другом, быть на своих пастбищах зеленых в своей церкви, Господи, переживать за нее, молиться, поддерживать. Благослови, Господь, чтобы молитвы заслужителей всегда возносились в Божьем народе, как просил и Павел, чтобы молились, чтобы слово благовестие распространялось, чтобы поддерживали руки всегда, чтобы молились о единстве и пребывали в этом учении друг с другом. Благослови, чтобы церковь Твоя имела силу единства, вместе сражаясь против сил и греха, Господь, чтобы в церкви нашли многие люди. Утешение, мир, покой, Господь, Иисуса Христа, видя нашу жизнь. Благослови, Господь, Божий Святой, в единстве и в семьях, и в домах, Господь, благослови, Божий Святой, чтобы был мир Твой и покой. Да будет хвала Тебе и слава Тебе, Господи. И пусть Твой проект совершается, церковь созидается, Господь, работа спасения продолжается, и да исполнится Твоя воля на земле ко спасению людей, Господь. Пусть Твоя воля, Господи, исполнится ко спасению многих людей, родных, близких наших, Господи, чтобы они стали частью Твоего народа. Тебе, Божья слава, Тебе хвала, Бог богатой милостью, прославляем Тебя за Твою чудную любовь. Спасибо, Господь, Тебе. Спасибо, что презрел, спасибо, что помиловал, спасибо, что нашел, спасибо, что принял, спасибо, что храмом назвал, что были недостойны, но Бог, Ты своей любовью, милостью, спасибо Тебе, Господь. Благодарим Тебя и прославляем во имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!